Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стримителям освоение абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сегодня хочу вам рассказать о слонимской пряже, которая была предоставлена нам для вязания марафона кички метель. Предоставлена магазином слонимское чудо пряжи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ссылку на этот магазин вы видите под видео. Для вязания нашего марафона мы выбрали пряжу шерсть пан, то есть 30 процентов шерсти, 70 пан, 200 метров 50 грамм. Вот такого размера моток. Здесь пряжа хлопковая, но шерстяная была точно такого же размера. Учитывая, что мы провязали три изделия, сейчас о них расскажу. У меня остались небольшие моточки, поэтому показываю вам другой состав. 200 метров 50 грамм. Нежные, мягкие, идеально провязаны машинкой, то есть машина провязывает с удовольствием, независимо от того, кулирка это, резинка или узоры цветные. Машина SilverReed 840. Плотность вязания 7-9 в зависимости от того, что мы вязали. Вяжет легко, но машинка просто, мне кажется, с удовольствием берет эту пряжу. Ощущения такие, что каретка едет по пустой машине, потому что ей пряжа нравится. Мягкая, нежная, шелковистая ниточка. Поставляется пряжа в мотках 200 метров 50 грамм, скручена в 4 сложения, то есть 4 нитки скручены профессиональным промышленным оборудованием, поэтому абсолютно идеальное сложение. Машина берет ровно, никаких петель в процессе вязания не возникает. Здесь я нарисовала квадрат, который обвела полотно до стирки, до влажно-тепловой обработки. Я его провязала, после того, как немножко отлежался образец, и вы видите, после стирки, после влажно-тепловой обработки размер не изменился. Эту пряжу и стирали, и терли, и растягивали, а на ней никаких следов, ни катышков, никаких заломов не образовалось. При грубом обращении никаких на ней не остаются заломов, что тоже очень приятно, что показывает, что эти изделия можно носить под верхней одеждой, они не будут мяться. Это очень хорошее качество. По поводу полотна могу добавить, что я честно пыталась потереть щеткой, чтобы вызвать катышки. Я пыталась грубо обращаться с этими образцами, чтобы посмотреть, как они будут вести себя в экстремальной обстановке, но с этим полотном мне ничего не удалось сделать. Оно, как было нежное, аккуратное, чистое, так таким и осталось после всех моих издевательств над ним. Ни щетка, ни грубое отжимание, ни стирание в горячей воде, ни стирка в горячей воде, ничего с этим полотном не сделала. Оно не покрасилось, не деформировалось, никакие катышки на нем не появились. То есть пряжа абсолютно удовлетворяет всем потребностям вязальщицы, и я уверена, что приобретя слонимскую пряжу, вы останетесь довольны. Пряжа нам была предоставлена для провязывания марафона кички метель, но учитывая, что мотков осталось много, мы провязали еще две шапки. Вы видите, они похожи, но связаны немножко по разной технологии. Мягкие, нежные, невесомые. Вот такая вот шапка мужская, 54 размера, такая подростковая, весит 34 грамма. Я специально взвесила, то есть она невесомая, и учитывая состав, 30 шерсть, 70 пан, не будет кусаться. То есть голова не потеет, не кусачая. Идеально для шапок, идеально для колготок, идеально для прилегающего к телу изделия. И если кички метель мы вязали плотненьким, такой плотный, двойной полотно, это фанги, они очень толстые, все равно полотно мягкое и нежное, то шапки изначально были связаны гораздо рыхлее, мягче и пушистее. Получается, но действительно ощущение такого облачка, очень приятно в руках. Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки по вторникам и четвергам и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.